У природы нет плохой погоды. Эти слова известные песни сейчас по душе не всем жителям и гостям республиканской столицы. Люди шутят, зачем летать в Менецию, если на улице Абакана можно и своих гондольеров выпустить. Один из самых сложных участков по-прежнему остается здесь, на улице Ленина, в районе детского парка Орленок. Огромная лужа тянется на несколько десятков метров в сторону улицы Вяткина. Пройти пешеходом здесь невозможно. Не просто и автомобилем заехав в такое озеро, машина может заглохнуть. И лужная деятельность, впрочем, видеоработники спецавтобазы ЖКХ трудятся на дорогах круглосуточно. Задача этой бригады – освободить от мутного плена автобусные остановки на центральных улицах. За раз машина выкачивает по 5 кубометров воды. За сутки сделано более 30 ходов. И вот так вот уже два дня качаем. Когда дождь шел, почти что вот качали, она почти что, ну, как на одном уровне. А сейчас дождь прекратился, уже пошла уже новая убыль. Ну, уже меньше, 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 меньше станут. Несмотря на снижение количества луж в городе, госавтоинспекция по-прежнему обращает внимание всех участников дорожного движения. Дождь кончился, но расправляться рано. Вода на асфальте может стать одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам. Здесь рекомендация дойти до следующего пешеходника, где нет лужи, и действительно безопасно перейти дорогу. Потому что, как показывает практика, есть такие ситуации, что пешеход, пытаясь не наступить в лужу, не обращает внимания на саму дорожную ситуацию, не слышит и не видит автомобилей и просто попадает в ДТП. Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, до конца рабочей недели таких сюрпризов погода принести уже не должна. Сапоги, зонтики и плащи нужно готовить к выходным. В субботу и воскресенье в Хакасии ожидаются грозовые ливни. Андрей Паховов, Дмитрий Парахин, РТС.